Идем дальше. Сергей Железов заработает. Мы Железов фрукты не рисуем. Первый этап сбор заготовка. И вот тут, ребята, начинается. Я же не говорю, принимайте мой опыт. Сейчас берем, начинаем разбираться. Все, что он сейчас соберет, все это будет помыто. Повторяйте за мной. Собрали перегнившие, выковырили семена, тщательно помыли, три дня сушили, стеклянную банку. Ну, мне больше нравится на солнце сушить. Не знаю почему, не спрашивайте. Но если есть возможность, то сушу на солнце. Прям вот этот же бетон, амтиоплик. Вот. И прям пусть солнце пронизывает. Не знаю почему. Вот. Нет солнца, все равно всходит. Так вот. А все равно хочу солнцем. Дальше. Стеклянные банки. Крышка плотная. И погреб. Все. До времени, а мы к этому времени сейчас подойдем, до времени стальфикации. Или не стальфикации. Но это мы. Я этот способ не навязываю. Есть какой-то опыт определенный. Но есть опыт и другой. Опыт называется естественная стальфикация. Я за него. Когда-то я вам рассказал. Я сейчас перемеряю все стороны. Когда-то я посадил 1500 коз шикважорского абрикоса. Это было начало моей селекционной деятельности. У меня посадил их осенью. Примерно в сентябре. Точнее не скажу. Распахал усясток на острове. Значит посадил. Прям сухими посадил. Весна взошло 170. Вот это и есть стальфикация. Естественно. Получилось. Каждый восьмой взошел. Почему так мало? Мне полторы тысячи не надо было. Я провел первичную. Селекционную работу. Первичную. То есть у меня получили 170. А почему они взошли? А те не взошли? А в чем принциальная разница? Ну я ввел термин жизнестойкость. Захотели. Жить, выжить. Любить, плодоносить. И взошли. Я ввел термин жизнестойкость. Ну не научный. Но приятный зато. И с этого начался моя слава. Уже как селекционера. Почему? Через пару лет сожгли этот сад на острове. А все что было я в это самое. Второй этап начался. Вот. Ну торгаш там тонны. Вот. Ах. Вспоминать не хочу. И так. Значит. Получается, что если просто посадить, тогда становится вопрос, когда. Я назвал время сентябрь. Для тех, кто вот. Есть люди принципиальные. Они есть там в гостевой книге. Среди спорщиков. Есть еще два варианта. Я не думал сентябрь, отябрь. Я просто посадил. Мне не надо было полторы тысячи. Мне надо было лучше. Я их получил. Так. И это надо делать в каждом районе. У отдельных. Я уже фамилию стыдно называть. Самые знаменитые в России, в мире садовыдов. У которых абрикосы всходили и погибали все до единого. Понимаете? Вот. Насколько это капризная вещь. И вот получается еще два срока. Первое. Назовем его Мичеринским. Его повторяют. И говорят. Нет, мы будем так. Съел, выплюнул и землю. Тут же вот, знаете. Съел, выплюнул и тут же взял ее и ткнул в землю и вырастил. Вот. Я так не делал. Я только один раз, ну, руки чесались, не помню. И думал, потом некогда будет. Грядка была чистенькая. Я посадил где-то примерно в августе. Что вы думаете? Да и что я посадил? Ломашков-то нет. Травой зеленой все забило. Нет, они не взошли. Но всю грядку забило травой. Мне это не понравилось. Так. Вот. Что было весной? Ничего. И вот, понимаете. Вот такие частые случаи накладываются на центральную. То есть, как можно раньше посадить. А у меня не взошло. А это могло быть случайно. В следующем году могло бы при тех же слов все взойти. Вот. Потом они же, увидите, сотни косточек. Мы же их не только собрали. Они устроили столовую. Они все эти сотни, сотни, там, наверное, тысячи. Вот. Они все, это мои косточки, по три дерева. Прям вот, а сверху было вот так. Они там, это, столовая настоящая. Я представляю, как они собирались кучками. Вот. Их жрали, жрали. Я вам ниже покажу. Вот. То есть, чем я сделал вывод. Может, это совпадение. Они могли по другой причине не взойти. Хотя, почему бы им не взойти? Они для этого предназначены. Хоть у меня сама с тема сходит. А здесь вот, а я же не дурак, чтобы глубоко закапывать. Я вот так. Вот. Как так не взойти? Да не может такого быть. Они не взошли. У меня появилось предубеждение против раннего. Теперь, средний я уже сказал. Даже в августе, которое я посадил, к осени, грядка заросла травой. А я не любитель работать. Третий вариант, он тоже придерживается кое-кто из наших друзей. Вот, кто меня сейчас слышит, да? Прямо перед самой зимой. Мышей практически исключаем. Так. Вот, сегодня посадил, а завтра снег, мороз. Вот. Мышей практически исключаем. А, естественно, царификация. Зимы-то хватает. Зиму-то должно зайти. И всходят. Вот. Вот. Есть у нас такие зубры, асы, вроде бы, вроде Сергеева, вот, Николая Георгиевича. Вот. Он всегда садит под зиму. Или там осенью. Я уточнять не буду, чтобы не соврать. У него всегда всходят. Но, следующий интересный момент. Это очень... Я не могу, короче, сказать, что делать и так, и все, закончится семинар. Нет. Смотрите, что получилось. Следующий вариант. Вот это... А, нет. Давайте я буду листать. И до следующего варианта доберемся. Потому что фотографии должны помочь. Вот. Привет, Танечка. Знаете, когда не так много в саду работы, работа становится праздником. Продолжение следует...